Дорогие зрители, я напоминаю, что мы сегодня находимся с вами на юбилейном вечера Натальи Бочаровой. У нее огромное количество разных гостей, притом не только из мира кино, шоу-бизнеса, театрального мира, но еще и сегодня у нас с нами Геннадий Гончаров, представитель своей школы гипноза. Геннадий, расскажите нам немножко о себе и о том, что связывает вас с Натальей. Ну, своей, это московская школа гипноза, она единственная в мире, и можно сказать, я представитель эзотерического мира в какой-то мере, ну, эзотерико-психологического, и мне интересно присутствовать именно в таких местах, потому что здесь хорошая энергия, здесь поле, и как бы положительные эмоции, и зачастую мы все приходим в такие места, где можно окунуться именно в положительные эмоции, людям сейчас это не хватает, этого, да. Ну вот, в общем, так вкратце. А что связывает с самой нашей юбиляршей, назовем ее так, с самой Наташей? Ну, некоторые, так сказать, мистические, скажем, истории, поэтому я пока их не буду раскрывать, значит, ну, любое появление человека не случайно, вообще любое событие, нас что-то ведет. Так или иначе, есть какие-то факторы, которые движут нами, иногда подсознательно, иногда мы даже не понимаем, почему делаем то или иное действие, совершаем тот или иной поступок. Ну, вот, считайте, что по действиям некоторых импульсов я здесь. Здорово! А как вы относитесь к тому, что Наташа создает, по сути, тоже свою энергию, свое биополе в мире кино, театра, создавая всевозможные проекты, окунает в эту историю? Насколько вообще актерский мир и актерская такая история близка вам и каким-то образом связана? Ну, я эстрадный исполнитель психологических опытов, это тоже в какой-то мере актерская игра. Дело в том, что у меня даже есть метод, когда человек под гипнозом играет роль. Да, поэтому одна из разновидностей актерского искусства, это вот как раз именно сыграть роль, может быть, усыпленного. У меня был Михаил Ульянов, ну, мы знаем, великого, значит, актера, который должен был уснуть. И, знаете, он уснул. Он на самом деле уснул. Он сыграл роль спящего человека и оказался в состоянии глубокого гипноза. И, в общем, отвечал на вопросы, и все как надо было. Так что это одна из граней актерского мастерства. Мы сегодня что-то увидим в вашем исполнении на вечере? Пока не знаю, думаем, посмотрим по обстановке. То есть мне интересна сама атмосфера, как бы мне интересны какие-то продюсерские решения. Я недавно выступал в Центральном доме работников искусств с гипноз-шоу. Был полный зал, и это явление снова возрождается, потому что люди давно не видели опыта в стиле Вольфа Мессинга. И вот что-то подобное планируется в ближайшее время. Но не буду раскрывать. Это здорово. Скажите нам пару слов для Натальи. Ну, я хочу пожелать хорошего, такого творческого, так сказать, творческой реализации. Ну, уже я вижу, что пойдет все хорошо. Поэтому, ну, успехов, пожеланий, благополучия, реализации и каких-то новых, неожиданных свершений. А от себя пожелаю, чтобы к Наташе явился ангел или муза и принесла ей то, что она сама еще даже не знает, но что-то очень нужное, ценное и волшебное. Какое замечательное пожелание. Пускай будет так. Да, пусть так и будет, да. Спасибо.